Привет, я Дрякин, а это Порядок слов. Рубрика о словах, значения которых мы понимаем, а вот объяснить можем не всегда. Сегодняшнее слово Буржуазия. Буржуазия – французское слово, произошедшее от латинского слова, обозначающее укрепленный город. В эпоху феодализма буржуазии называли именно жителей городов. Стоит заметить, что в те времена сельское население по численности значительно преобладало над городским. Со временем буржуазии стали называть не всех жителей городов, а только их верхушку, входящих в так называемые генеральные штаты, совещательный орган, созываемый французской королевской властью. Со временем влияние буржуазии, в том числе и политическое, ширилось. 18 век называют уже веком торжества буржуазии. Во Франции она стала передовым классом и интеллигенцией, требовавшей политического равенства и гражданских свобод. В Европе буржуазия сыграла активную роль в низложении феодального строя в виде так называемых буржуазных революций, произошедших в разное время во Франции, Англии, Нидерландах и так далее. После падения в Европе феодализма и наступления эпохи капитализма, буржуазия стала фактически синонимом слова капиталист. Вот вам определение буржуазии, дающееся в марксизме. Это класс капиталистического общества, обладающий собственностью и существующий за счет доходов от этой собственности. Собственностью может выступать как земля, так и средства производства, патенты и даже просто деньги. Таким образом, буржуазии можно считать как крупного банкира, так и человека, сдающего в наем дом или квартиру. Буржуазии склонны использовать наемный труд, но это не является ее обязательной характеристикой. Мелкие буржуа могут эксплуатировать собственность за счет личного труда, как, например, небольшие фермеры или ремесленники. В России у буржуазии были свои особенности. С 17 века она формировалась при участии государства, была тесно связана с дворянством и редко заявляла о своих политических притязаниях. В России буржуазные революции произошли позднее европейских, где они отгремели еще в 19 веке. Революция 1905 года и февральская революция 1917 года считаются буржуазными. Но увидеть их последствия в долгозрочной перспективе не удалось. В октябре 1917 года к власти в России пришли большевики, ненавидящие буржуазию как класс. «Ешь ананасы, рябчики жуй, день твой последний приходит буржуй», написал в том же 1917 году пролетарский поэт Владимир Маяковский. Об оценках буржуазии можно рассуждать долго. Карл Маркс утверждал, что она наживается на наемном труде и добавочной стоимости и ведет большую часть общества к бедствованию. Владимир Ленин считал, что буржуазный парламент даже в самом демократическом государстве есть машина для подавления трудящихся кучкой эксплуататоров. Но есть и другое мнение. Буржуазии присущи такие качества, как трудолюбие, упорство, бережливость, желание обогатиться за счет собственных усилий, а также уважения к закону и частной собственности. Кстати, в Российской империи слово «буржуазии» переводили как «мещанство», что означало низшие сословия городских обывателей. Они имели в городе недвижимость, платили налоги и занимались торговлей или ремеслом. Следите за выражениями. Субтитры создавал DimaTorzok